О, здравствуйте, это номер Лестера Креста? А кто это спрашивает? А кто спрашивает, кто спрашивает? Знаешь, ты чересчур осторожен. Даже для покойника, Майкл. А ты что-то не весел, дружище. Ага, даже смерть не лишила тебя так, да и баяни. Заходи в гости, старина. Я тоже живу в Лос-Антоисе, как и ты, Муриэна Хайтс. Эй, эй, стоп, как ты... Эй! Эх ты, сука. И снова здравствуйте, друзья! Это канал 23GP. На ваших экранах прохождение GTA V. Самой эпичной игры всех времен и народов. Это уже третья часть. Она будет немножко короткая. Хотел я сделать небольшое то ли отступление, то ли как-то по-другому немножко озвучить. То есть именно озвучивать героев. Но, видимо, нет. У меня не получилось нормально это сделать. Это отнимает много времени и... Так, звонит доктор... Док, эй! Майкл! Я смотрю через мою обучение, и я не вижу твоего названия. Да, ну, я больше как-то шутка, док. Ты знаешь, что это. Шутки-три более дорогие, но я всегда рада, чтобы аккомодировать. Конечно, ты аккомодируешь меня, если у меня есть деньги в мою башню, да? Эй, я в плохом способе, док. Я могу приезжать скоро. Эти доктора только за баблищи и хотят работать. Короче, это бабловыжиматели, а не доктора. В общем так, друзья, мы продолжаем просто проходить GTA V, потому что это классная игра, нам нравится в нее играть, мне нравится в нее играть. И, может быть, кому-то поможет это прохождение, там, подсмотреть, посмотреть, увидеть что-то. Может быть, у кого-то что-то не получается. Я понимаю, что на начальных уровнях, ну, там, в начале игры там все просто. Дальше будет сложнее, интереснее. Заходите, смотрите. Всем рад. Всегда. Ставьте, сами знаете, там вот эти пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, это красная кнопочка там такая, subscribe или подписаться. А мы едем к Лестеру. Лестер это старый знакомый Майкла. Он, они вместе грабили банки. В общем, занимались крутыми делами. Это были классные мафиози в свое время. Но потом, как мы знаем, Майкл замутил вот эту штуку со своей смертью. Что типа его убили туда-сюда. А Лестер это такой программист, в общем, хакер. Центр, мозговой центр вообще тех ребят, этих ребят. У всех ребят, в общем, нашей команды мозговой центр, это Лестер. Но, скажу сразу, играть за него не дадут нам. Он просто по сюжету с нами. Пока мы едем, я заметил одну маленькую особенность. В GTA 5 не записывается музыка в машине. Вы слышите? Тишина. Звук двигателя. Все, что происходит где-то рядом. А вот музыки нет. Почему? Потому что права на эту музыку принадлежат к GTA 5. А мы не можем ее использовать. Поэтому, когда мы будем ехать, и она будет, если у нас играет, то все видосы в YouTube давно бы уже побанились и стали бы... Ну, вряд ли они побанились бы, но там ставится такой восклицательный значок, где написано, что мы не имеем права использовать это видео. Либо имеем право, это эту музыку в своем, либо имеем право, но там будет показываться их своя реклама какая-то, или еще какие-то ограничения там не будет на мобильных устройствах проигрываться. Мы доехали к Лестеру. Вы посмотрите, как прорисован вот этот вот мини-райончик, что ли. Какие-то мужики, строители, работяги. Знак вам не нужен, короче, пацаны. Все, мы приехали. Давайте зайдем к Лестеру. Меньше болтовни, больше дела. Да уж, домик у него, что надо. Эй, говнюк, ты меня впустишь или нет? Дверь открылась. Что ж, зайдем. Я же умер. Нужна, конечно, твоя помощь. Как ты догадался? Потому что ты пришел сюда. Почему бы ты? Я не был хорошим знакомым для тебя, Лестер. Я знаю это. И ты сделаешь это мне, делая то, что я спрашиваю. Или, скорее, я имею в виду... Я хочу сделать что-то, ты должен знать что-то, так что не помочь друг другу. Какой ты догадлел? Мне нужны денежки. Похоже на то. Я думаю. Посмотрите, Лестер, про то, что произошло раньше. Я знаю, что ты никогда не упоминал мою имя. Я знаю, что я не на каких-либо списках. Я знаю, что ты никогда не упоминал меня. Как вы, ты должен понять, что я никогда не сказал никому. Что, вместо того, что гентльно-декомпозить в Норто-Янктон, ты ангрино-декомпозить в Лос-Антос, с утром, и женя, а не любит тебя больше. Блин, все знают про нас вообще. Я действительно распоряжался. Тш! Что? Джей Норис? Да. С июня. Угу. Я слышал его, что он спасет Америка. Что, с приспределением всех тех же работ? С продаванием пластиковые речи? Адам-дам-дам-дам-да-да-да-да-да-да-да-а-а-а-а, как много болта в них. Болтавня, болтавня. Во, правильно. Так-так-так, уже становится интереснее. Лестер пообещал найти нам банк, который мы ограбим. А пока надо повыполнять некоторую работу для него. Не за него, а для него. Ну и за него тоже, потому что он, как мы видим, не особо передвигаемый. Что ж, нам надо пойти переодеться в айтишника. И вот этот вот рюкзачок куда-то, видимо, доставить. Блин, ну какая графика. Я сейчас вот посмотрю. Все настолько прорисовано, вот эти детали мелкие. Всякие вот бутылки там валяются. Асфальт, каждая дырочка. Каждая, не знаю, трещинка. Блин. Игра, конечно, очень крутая. Очень крутая. Посмотрите, асфальт меняется. Тут какой-то бетон пошел. Вот стыки какие-то. Я вообще просто в шоке. А солнце, смотрите, как оно пробивается между мостом. Ага, это красотища, ребята. Это красотища. Даже если вам не хочется играть в GTA, вы не поклонник. Если вы просто, не знаю, ненавидите GTA, просто зайдите и покатайтесь по городу, как вот обычный там автосимулятор. Все настолько круто сделано, настолько классно все прорисовано, что для меня это, наверное, одна из лучших игр. И по графике, да и по геймплею тоже. Мне было интересно играть. И сейчас мне интересно играть. И когда онлайн интересно. Вообще, эта игра очень крутая. Разработчики постарались на славу. Очень круто. Сюжет, хоть и немного посредственнее, но интересный. У него интересно играть. Интересно. Финал не очень интересный, но это был спойлер, да. Но все равно игра классная. Я вам всем советую в нее поиграть. Что ж, мы приехали за нашим костюмчиком. Субурман. Посмотрим, что же мы тут можем одеть на себя. Извините, извините. Ура, какая горяченькая. Да, да, да. Что-то надо такое. Ну, такой айтишник, чтобы я. Ура, ты работаешь, и в мире перейдешься, да? Это слишком плохо. Я не потерял мою работу. Конечно. Вот шепниться. Шепниться. Такое, что случилось у моего деда. Теперь ты можешь подняться с другой генерацией. Какая грибочка у тебя, слушай. Что это? А горячая штучка-то, а? Она такая прям, ух. Что же, посмотрим, что можем одеть. Так, желтая маечка, черная жилеточка. Неплохо смотрится. Так, красная жилеточка, серая маечка, такая-сякая. Не, ну, наверное, все-таки вот эту, да? Ну, самый нормальный вариант. Она сказала, что если забыть про чувство собственного достоинства, то сойдет. Ну и то правда, смотрите, шлепанцы, они прям шлепают. Ребята, прорисовано, как шлепают шлепанцы. А, это бомба, вообще, это бомба. Что ж. Ага, вот звонит Лестер. Нам надо... А, я переоделся, и так, что нужно сделать? Что, меня просто так пустят? Хорошо, давай посмотрим, что из этого выйдет. Так, друзья, ну, мы как договаривались, мы не стоим на светофорах, да? И там полосу свою не соблюдаем, да? Ну, и сильно прям по правилам, короче, не ездим. Но и сильно не нарушаем, то есть там шибко повстречное прям. Или как-то там. Ну, короче, убога, сильно убога не водим, да? Едем аккуратненько по своей правой стороне, да, по направлению движения. Хотя бы так. Ну, а там уже как получится. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть цепляем, конечно, машины, но... Куда без этого? Довольно тяжело привыкнуть после разных игр, когда ты долго поиграешь. Довольно тяжело так. Так, ага, вон, вон она, точка, да. Вот тут получилось не очень удачно. Ну, что ж. После разных гоночных игр немного неудобно управлять GTA. Ну, ко всему можно привыкнуть, так что. Мы приехали в какую-то IT-компанию, где нас должны пустить туда наверх, туда наверх. Как же туда попасть? Как же туда попасть? Ладно, постоим подождем, может кто-то выйдет. А мы, типа, прокатим за своего. Ха-ха, а вот и чудик. Ха-ха, а вот и чудик. Знаешь? Я имею в виду, мы говорим о бета в Q4, может быть, Q3. Смотри, милостоны – это одно, но когда дизайн изменяет свою жизнь, в виду, вновь не много, что ты можешь делать об этом. Ты знаешь, что я говорю? Смотри, моя унионная аллокировка, смартфонная аллокировка, так что... Знакомы ли мы? Я, наверное, знакомы. Я IT-компания, да? Да. Да-да-да-да-да, я время на IT-компании. А, ты должен поставить это в текет. А, нет. Я хочу оставить это из-за датабайса, если ты знаешь, что я имею в виду. Так, понятно, надо помочь этому чуваку. Вот, йога-зон. Случение света. Ну, какой интересный. Офис, ребят, я бы реально хотел бы поработать в таком офисе. Там прям и было... Ох, вообще... Я бы точно поработал бы в таком офисе. Точнее, я бы попроебывался в таком офисе. Так, ну что ж. Нам надо помочь этому чувачку. Что тут происходит? Так, так, так. Что же тут? Ох, ты был добавлен на этот PC. Красавчик, красавчик, пацан. У тебя есть антивирус-софтвер? Я думаю, так. Стоит на левом месте. Кликнул на NSFW-link, бру. Бит мне на х***. Да, не безопасно для работы. Так, где ясно? Мой сын компьютер появляется, окажут сами открываются, поэтому надо быстро-быстренько закрыть. Что же. Есть какие-то коды. Начали их быстро, бру. Ты пишешь свое-то самое лучшее в твоих тренингах. После этого, это просто хак-чоб. Красавчик такой, да? Может быть, почему я получил все эти миграины. Серьезно, это... Может быть, это... Серьезно, я не имею в виду мануала. Рокинг-софтверка может получать тебя в правильном специи. Ох, какая! Закажем? Окей, мы получили немного специи. Я попробую обработать этот антивирус. Мой глитч-фиксинг будет вверх сегодня. Начинать сканировать. И мы скачиваем. Все, отлично. Следующий раз, да, дружище, заходите на безопасные сайты, ребята. Так что всегда старайтесь заходить на безопасные сайты. Потому что такая штука может случиться и в реальной жизни. Да-да, молодежь, это сейчас обращение к вам. Смотрите поменьше порнухи. Качайте ее лучше с торрентов. С нормальных торрентов. Потому что все остальное находится с вирусом. И ваш компьютер будет выводить вот такие вот экранчики в самый неподходящий момент. Проверено лично. Найс. Хе-хе-хе-хе. Ну что ж, мы заменили то самое устройство. Почему-то бросили рюкзак там на столе. Ну, ладно, по сюжету это, конечно, ничего не значит. Но в реальности это крутой косяк. Пацаны, смотрите, как они работают. Блин, я хочу работать. В этом... В этом... У них есть кафе. На этаже есть кафе. Емешки-палки. Эти играют в сокс. Ефигел. Я хочу работать в этом офисе. Блин. В смысле, в реальности хочу. Так, так, так. Ребзя, ребзя. Так, кто-то нам сейчас откроет дверь. А никого и нет. Ну, ладно. Так, нам надо поехать домой, включить телевизор и посмотреть его. Позвоним Лестеру. Эй, Майкл, hold on, hold on. Думб, я думб тебя! Лестер. Короче, мы сделали что-то. Просим. Лестер, did you hear me? Я-то нас не слушаю. Да, да, извините, телефон укреплен. И что у вас есть проблема? Ты не любишь шутеров? Они все同じ. Стоит, ты знаешь меня. Я мобильный человек. Классик Вайнвуд. Классик Вайнвуд начался 30 лет назад. Сейчас это просто супер-херос, романтические комедии и ремейки. Немного из них интересуют меня. Эй, я думаю, что это страна все равно может сделать интересные фильмы. Нет лучшее, чтобы определить американское жизнь, два-часовый плот, в котором героя выглядит хорошо и так все понятно. Немножко поговорили мы с Лестером, который рассказал нам, что сейчас уже не модно снимать голливудские, да, по-нашему, а по-ихнему Вайнвудские фильмы. А сейчас модно супергеройское говно, говняное кино и всякая романтическая хрень. Вот. А еще Лестер рубился в шутеры. Да-да-да. Так, и насколько мы выяснили, Майкл любит кино. Любит кино и, насколько я понимаю, очень мечтает в нем сняться. Кто же не мечтает сняться в кино? Да, и наша задача сейчас приехать домой, посмотреть телевизор и как только там этот чувачок достанет свой телефон, мы ему позвоним на его номер. Что ж, задача несложная и вполне выполнимая. Поэтому надо устроиться на диванчик, посмотреть телевизорик. Так-так-так. О, Майкл вы, 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 дочь, пошла вон. Пошла вон. Адай пуль. Вот, блин, нарожались тут. Так, что, 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 надо переключить. Это хрень собачья. Так, бубубу, Джей Норрис. послушаем, послушаем, прорезов, в церковь. Адай пуль, аду, аду. Аду, аду. Аду. Аду, 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 Да, 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 да. Молодой рабочий mús�� egentlig light. Это покрытие лишь 14,4 годов. Это не просто не исключено, это революционно! Детей на изоляторе не учат Так, следующий шаг. Повторяйся, чтобы осуществить будущее. Хе-хе, будущее. А ты какую-то вагину показал, а не будущее. Ага, достал. Ну что, давайте позвоним ему. Так, так, так. Дэйв Доктор Таршуба Франкен... О, Тэйн Норрис. О, дождь на секунду. Я думаю, что кто-то пытается разговаривать с мной. Да, Лестер крутой чувак. Лестер просто... Вот это он замутил, да. Фуууу! Как мы резко начали... Уф! Так, переодеться. Лестер, это было... Ты новость тут сейчас смотришь? Ладно, а как там наше дело? Ты знаешь, список? О, да, да, абсолютно. Давайте это сделаем. Пусть на штуке, выглядеть более профессионально, и встретить меня в моем доме на ЛС-фри-вей. О, и я вам хочу емелить вам ссылку на exchange. Вы можете поставить в свои тренды. Я пытаюсь оставить в день тренд. Но может быть, я возьму. Так. Ну что же, ребят, на сегодня, я думаю, что достаточно. Это была небольшая тестовая такая серия. Переодеваемся обратно в костюм. Спасибо всем, кто досмотрел, кто вообще смотрит мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь, подписывайте своих друзей, рекомендуйте. Короче, всем спасибо и до свидания! Совсем скоро мы запишем еще одну новую серию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok